Всем привет дорогие друзья! Это с вами мы продолжаем с вами Voxelity Tycoon. В прошлой серии немножечко сделали вот такой вот терминалец себе. Такой маленький скромненький терминалец. В этой серии мы будем дальше развивать строительство данного терминальца. Нам надо будет сделать еще вот здесь вот общий терминал для продуктов уже таких помощнее. Наверное. Ну даже не наверное, а точно надо будет сделать. Где-то вот сюда мы будем его пилить, пока не знаю куда. Да. Может быть кстати говоря, допеределаем немножечко дорожки, но это пока что не точно. Может быть будем, может нет. У нас тут уже практически подкрался город, поэтому нам надо заканчивать вот с этой частью. Выстраивать все полностью цепочки производства и пробовать сюда все понемножечку перевезти уже. А там дальше уже постепенно будем достраивать. Ну по крайней мере план такой. Ну что ж, приступаем. Пока что мы находимся в плюсах, что не может не радовать, потому что находиться в плюсах это всегда выгодно. Отсюда у нас наступает еще один город. То есть как бы через некоторое время их желательно надо будет как-то замкнуть по периметру. Но мы должны будем отсечь вот эти вот поползновения, потому что внутри вот этого всего у нас будет явно находиться исключительно перерабатывающие мощности. Перерабатывающие мощности, по крайней мере, я очень сильно надеюсь. Так, итак, пойдем посмотрим для начала, что у нас тут по железу происходит. Начнем, наверное, с железного производства. Так, железо у нас нужно будет потом для микросхем. Это понятно. Значит, из простой железа и углищи, которые у нас тут есть, мы будем получать железные слитки. Так, из него потом, из этих слитков и углища мы будем делать сталь. Чем тут еще будем делать интересного? Чем тут будем еще делать интересного? Так, шестеренки у нас из этого же самого железа пойдут. И всякое такое. Так, ладно, пойдем мы для начала, наверное, на базу принимать стекло. Так, пока в жопу. И пока вас не трогаем вообще. А базы, лолке, козозы, вот это вот все, это мы пока что трогать и не будем. Так, наша задача поставить пока на паузу и очень сильно надеяться на то, что нам хватит ресурсов. Ресурсов для того, чтобы все закончить. Так, здесь мы находимся на уровне выше. Так, ну давай для начала подвыровниваем себе небольшой кусок, на котором будем дальше что-то делать. Так, чтобы нам подвыровнивать такой кусок, потребуется очень много денег, кстати говоря. Ну, чуть поделаешь. Так, так, вот так, так. Давай мы, наверное, вот это вот все подвыровняем. Так, вот такой-то у нас есть небольшой кусочек. Так, есть кусочек, есть кусочек. Так, с другой стороны нам тоже нужны будут склады, однозначно. Склады, склады. Так, нам нужны будут склады. Складов нам надо будет, я думаю, что до хрена. Так, кстати говоря, они довольно далеко, эти склады у нас отходят отсюда. Это замечательно. Это замечательно, потому что эти склады нам потом очень здорово пригодятся. Для хранения всякого. Так, во-первых, я думаю, что... Так, пока у нас все на паузе, давайте мы сделаем вот так. Так, пока у нас все на паузе, мы сделаем вот так. Это как минимум. Посмотрим, что у нас тут будет получаться. Так, и сделаем... Так, здесь у нас, кстати говоря, да, проблемка. Здесь у нас проблемка. Так, если бы я хотел сделать, она была бы вот тут. А если я хочу сделать ровно, она у нас будет вот здесь. Давай вот так вот и сделаем. Так, здесь у нас тоже будут склады. Как-то так они у нас будут идти, 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 идти. Идти много складов. Если мы хотим здесь прям классно сделать, а мы классно хотим сделать, то со складами надо будет прям заморочиться, потому что всегда их не хватает потом в итоге. Здесь, короче, будет на один ряд меньше, тут на один ряд больше. Но этого и больше требуется, как правило. Хотя дерево на самом деле тоже требуется дофига. Поэтому, может быть, я погорячился. Так, насколько мы эти склады отсюда можем увезти? И надо ли нам делать между ними некие паузы? Так, склады у нас будут цепляться вплоть до вот этого момента. Так, давай возьмем терраформинг. И оттерраформируемся еще кусок. Так, нам надо понимать, какое расстояние нам надо заложить для того, чтобы здесь можно было спокойно складироваться. Так, спокойно складироваться. Так, это у нас где? Это у нас вот здесь. Так что спокойно складироваться мы можем вплоть до вот этого вот куска. Ну, дальше, наверное, не надо. Так, давай мы теперь вот здесь вот обозначим все некоторые границы. Ну, такие склады получаются уверенные в себе. Так, ну-ка, проверяем, у нас сойдется сеточка. Так, сеточка у нас сходится. Это хорошо. Так, а здесь сойдется? Здесь вот так вот, наверное. Так, а здесь что-то у нас сеточка не сходится. Наверное, вот этот вот у нас немножечко лишний получился. Так, проверяем. До складов у нас достает. До складов у нас достает. Ну, то есть где-то вот настолько мы можем использовать складские мощности. Назад нам надо будет вернуть на терминалы, которые будут обслуживать всякими продуктами с более высокой добавочной стоимостью, вот это вот все. То есть здесь у нас будет все на грузовиках. А дальше, где-то там вдалеке, еще будут терминалы, которые будут забирать уже готовую продукцию. Но они будут сильно дальше. Сильно дальше вот этого всего, поэтому пока что мы их трогать и не будем. Так, теперь нам надо будет обеспечить производство. Вот у нас есть складские мощности. Теперь нам надо будет из этих складских мощностей сделать производственные мощности. Начать, наверное, надо будет с железа. Так, вот это вот мы с вами все декорируем. Блин, это очень дорого будет. Какие-то десятки миллионов просто. Может куда-нибудь сюда сбоку ввести железо, раз у нас тут территория есть для этого. У нас тут уголечек будет разгружаться, и у нас тут будет разгружаться само железо. Мы же можем комбинировать склады, как захотим. Правильно? Правильно. Так, мы можем комбинировать склады вообще, как нам будет это угодно. И забирать отсюда, соответственно, тоже, как нам будет угодно. Так, ну нам надо сделать так, чтобы к этому ко всему всегда был спокойный доступ. Так, а как бы нам тогда сделать-то? Так, ну-ка, дай-ка мы тебя разломаем, допустим. Так, допустим, мы тебя разломаем. Сейчас надо приметиться примерно. Так, прокладка конвейеров. Так, нет, во-первых, вот такие вот конвейеры. Нет, не такие. Такие вот коннекторы для начала. Так, для начала коннекторы. Я думаю, что, наверное, надо делать вот так. То есть у нас идут вот такие вот склады. И отсюда идет некая конвейерная лента. Вот так вот она идет. Так, со складов. Так, дальше у нас пойдет еще одна конвейерная лента. Уже от следующих складов. Правильно? Так, только здесь вот немножечко не так это должно быть. Хотя можно, кстати, сделать и так. Сколько у нас рядов нужно на один ресурс? Чтобы у нас прям вот один ресурс прям конкретно запитывался. Так, а можем мы сделать, чтобы здесь был другой ресурс, например? Вот это вот можно будет распотрошить? Где-то убрать вот этот кусочек. Так, не туда, а вот сюда. Ну да, в принципе, этот кусочек получается убрать отсюда будет можно. Туру-туру-туру-туру-тун. Так, ну допустим. Я думаю, просто сколько жил железа мне отсюда надо будет вывести. Потому что у нас здесь кладов-то до хрена. И отсюда у нас, допустим, пойдет железо. Так, железо, железо. Сколько мне надо будет вообще железо отсюда выводить? Реально. Для того, чтобы что-то из этого получилось. И надо будет как-то его дальше разводить еще от железа. Ну, то есть, в принципе, наверное, логичнее было бы... Было бы, наверное, логичнее, так, если мы сделаем вот так. Сейчас, ну-ка, удались. Да, я хочу действительно удалить большой склад. Так, если мы сделаем, например, пристроить только складу. Так, ладно. Окей, так, где у нас тут большой склад? Большой склад у нас должен тогда отойти вот сюда. И к нему мы тогда уже присобачиваем... Так, где мы тут присобачиваем? Где эта фигня? К нему присобачиваем вот такой коннектор. Здесь нельзя строить. Почему? Блин, а вроде как все нормально же было, нет? Не, ну можно, конечно, и так. В общем-то. Ну, в общем-то, можно и так, да, действительно делать. Ну, в принципе, а что бы, нет. Пусть, в общем-то, оно так и будет. Так, ну, допустим, хорошо. Здесь у нас идет условно еще одна линия вот так вот. И все это в итоге уходит в одну линию железа. Так, у нас есть конвейер... По конвейеру какие-то данные вообще. Конвейерный мост, конвейерный мост. То есть, сколько он на себе тянет. То есть, я хочу это железо взять и во что-то переплавлять, например. Мне это лучше делать отдельными линиями или лучше делать... Не, ну, в принципе, мельчить-то смысла никакого нет. То есть, если я хочу что-то делать с железом, мы можем делать их несколькими линиями одновременно. Вообще безо всяких проблем. Если у нас будет такое хранилище железа по 172 единицы в каждом, то его здесь будет реально дохрена. Его здесь будет дохрена. А еще его можно сделать дублирующимся. Да, реально, вот у нас будет часть отсюда отходить, допустим. А часть дубли... То есть, у нас будет два, грубо говоря, конвейера, который будет вот сюда вот выходить. Дальше нам надо будет с этими двумя конвейерами что-то придумать. Так, ну, допустим, мы придумаем с этими двумя конвейерами... Так, это мы, допустим, пока убираем и это убираем. Мы придумаем с ними еще один большой склад. И через три кубика... Так, это мы тоже убираем. И через три кубика мы придумаем еще один большой склад. То есть, вот такой. Так, можем вот такой склад придумать? Через три же кубика? Так, вот мы ставим, да, через три кубика. Так, сюда ставим ещё один склад. Допустим, сейчас надо обозначить только что-то такое. Допустим, это у нас железо, а это у нас уголёк. Мы можем их комбинировать как захотим. В рамках вот этой вот вселенной нашей прекрасной. Так, здесь у нас железо, здесь у нас уголёк, здесь у нас конвейерное устройство. Здесь у нас, блин, его нельзя даже завернуть. Ладно, здесь у нас конвейерное устройство номер два. Вот так вот оно идёт, и здесь у нас выходит... Сказал, выходит. Здесь у нас выходит... Так, у нас выходит раз лента. У нас выходит два лента с угольком. И всё остальное, всякое прочее. Так, ладно, есть у нас такая фигня. Дальше чём-то там должны будем сделать, для того, чтобы это всё заработало. Так, где у нас тут склады? Не склады, а... Что нам надо сделать? А нам надо сделать производство. Так, производство. Стеклодувная печь нас не устраивает. Нам нужна плавильная печь, получается. Так, плавильная печь. Так, сейчас мы поставим и посмотрим. Значит, плавильная печь. Это у нас... Да, плюс уголь у нас. Значит, уголь я правильно расположил. И медь я правильно расположил. Так, значит, плюс уголь. И у нас получается железо. Плюс уголь у нас получается сталь. И плюс уголь медь у нас получается вот это. Но мы будем сейчас просто это всё делать параллельно, да и всё. Так, значит, для начала нам нужно производство железных слитков. Производство железных слитков. Для этого нам нужно будет подмешать вот эти вот вещи друг на друга. И потом их куда-то дальше запилить. Блин, но... Если бы не вот эти вот безумные цены, если бы не по 30 миллионов отдавать, было бы вообще отлично. Но никуда не денешься. Нам придётся эту площадку выравнивать. Иначе будет хрень. Да? А может нам вообще ещё уголь куда-нибудь сюда запихнуть? Прямо уголь, который будет обеспечивать именно стальное производство, можно запихнуть и туда. Да, насколько, кстати говоря, у нас большой склад... Ооо, насколько у нас большой склад-то может отходить. Ну, наверное, реально. Мы можем взять и вот этот вот уголёчек жахнуть прямо вот сюда вот до самого конца. Так, сейчас нам только надо посмотреть, где этот конец находится. Слишком много я таких зданий не буду делать пока для начала, потому что... Да, вот это последнее. Так, то есть у нас получается уголь. Вот он. Уголь вот и уголь вот. Остальные мы пока посносим. Потому что они нам не нужны в таком количестве. Так, уголь вот и уголь вот. И железо вот, и железо вот. И здесь мы тогда сможем, в принципе, сделать вполне себе какую-то расширяемую фигню для создания железа. Железо-то нам надо базового до хрена будет, получается. Так, где у нас там производство-то ещё разочек? Так, ну давай посмотрим, куда мы можем поставить эти плавильные печи, для того, чтобы не было мучительно больно. Так, отсюда откуда-то у нас может идти уголёк. Отсюда откуда-то... Так, у нас может железо пойти туда. А тогда оно нам туда, в ту сторону-то, наверное, и не нужно. Или всё-таки пусть оно вот так вот обходит вокруг. Пусть оно обходит вокруг. Так, отсюда мы тогда будем слоями запитывать уголь. Даже не знаю. Так, ладно, давай мы отступим некоторое количество вот здесь. Давай посмотрим, куда у нас дальше пойдёт то, что мы произведём. То, что мы произведём, у нас пойдёт вот туда. Так, ну давай поставим... Блин, я не знаю, сколько у вас поставить-то. Нам бы какое-нибудь ещё... Можно было сортировщик, конечно, поставить. Но на сортировщике что-то я не хочу, если честно. Я не доверяю сортировщикам. Я лучше подключу так, чтобы всё стабильно работало. Так, давай через три поставим ещё, и через три поставим ещё. Это у нас пойдёт... Так, ну давай обозначим, что у нас куда пойдёт. Значит, здесь у нас выходит, допустим, готовое сырьё. Допустим, оно вышло и как-то вот так вот пошло. Пока что примерно. Так, вот так вот оно у нас вышло. Так, что у нас тут ещё? Так вот оно у нас вышло. Значит, это у нас готовое сырьё в виде стальных слитков. Поехало отсюда дальше. Значит, и нам надо будет, чтобы сюда зашло кое-чего. Так, чтобы кое-чего сюда зашло. Оно у нас пойдёт, допустим, по вот этой вот ленте. А ещё, чтобы кое-чего здесь у нас... Так, сейчас. Почему нельзя-то? Да можно, хорош тебе. Блин. Так, ладно, да, вот так вот сделаем. Так, допустим, здесь у нас ресурсика номер один идёт. Так, теперь нам надо загнать сюда ресурсика номер два. С другой стороны. Нет, ну тогда нам явно надо делать паузу. Потому что где-то он должен будет проходить внизу. Так, нет, сейчас тогда... Надо удалить тебя. Так, надо тебя, дружок, удалить отсюда. И сделать так. Какой-то горячий клавиш, походу, нет. А может, и есть, не знаю. Ладно, это не важно. Так, вот эта фигня у нас идёт здесь. Так, от неё у нас отходят вот такие вот штуки. Я думаю, что мы будем делать так же, как и там делали. Так, она у нас идёт здесь. От неё отходят штуки. Здесь тогда мы прокладываем... Подключаемся. Но можно было делать их и поближе. Да, я здесь делал через четыре. Надо было делать через три. Потому что такая штука по пространству, она, в общем-то, не нужна. Я их хотел, кстати, сделать через три. Почему я в итоге сделал через четыре? Большой вопрос. Так, и ещё разочек. Где у нас производство? Плавильная печь. Вот, через три. Через три. И так, плавильная печь будет делать у нас вот такие железные слитки. Так, ещё разочек. Где у нас тут эта штука-то? Ты у нас подключаешься сюда. Ты у нас... Блин, а где у нас? Как её теперь подключить? Так, ладно. Тебя удалить-то, да? Так, берём вот так. Отсюда делаем туннель. Этот туннель у нас выходит вот отсюда и подключается дальше. Ну, и так дальше по схеме она у нас идёт-идёт-идёт, пока не надоест. Так, надо ли нам с другой стороны делать что-нибудь такое, чтобы оно работало в две? Я думаю, что, наверное, можно. Только не склады нам нужны, а производство. Так, допустим, с другой стороны мы делаем зеркально такую же штуковину. То есть, на одну отходим так и делаем типа вот так. Так, всё остальное пока сносим. Так, всё остальное пока сносим. И здесь делаем тэг. Конвейерную ленту. И вот сюда вот её переносим. Пока что, допустим, как-то вот так вот мы это делаем. Тогда у нас отсюда будет отходить вот сюда. Или отсюда будет отходить вот сюда? Нет, отсюда будет отходить вот сюда. Отсюда будет отходить вот сюда, если мы зеркалим прям. А с другой стороны у нас будет заходить, получается, так же. Так, Т, она отсюда выходит, подключается вот сюда. Так, Т, она отсюда выходит, подключается вот сюда. Ну и дальше там куда-то идет. Вот так вот у нас получается производство. Так, раз, не то. Раз, два и три. Так, вот у нас четыре, короче, таких вот фиговины. Четыре таких вот фиговины, которым надо будет цепануть уголь и цепануть железо. Так, а в какой там пропорции? Что нам надо будет больше? Так, железный слиток. У нас получается много железа и один уголь. То есть целесообразно тогда в таком случае. Вот у нас есть два железных куска. Тогда нам целесообразно их протащить. И захреначить получается вот так. То есть для того, чтобы у нас все это было четенько. То есть у нас одна линия будет питаться от одной части, вторая линия у нас будет питаться от другой части. Так, вот так вот мы его протаскиваем. И вот сюда вот подключаем. Отключаем. А сюда надо тогда будет вытащить жилье. Господи, этот самый. Вытащить уголь, а подземный уголь мы делать не можем, да? Так, подземный уголь мы делать все не можем. А поднять мы его можем? Ну-ка, мост. Но мост тоже не может быть такой. Да, мост может быть только напрямую быть направленный. Так, тогда у нас получается проблема, да? Или нет у нас проблемы? Ну-ка, у нас есть проблема? Мы можем отсюда, так, нет. Да, у нас есть проблема. А хотя нет, подожди, у нас нет никаких проблем, потому что мы просто вот эту вот штуку сейчас сделаем мостиком и все. Или мостиком, или подвальчиком, чем-то одним. Так, а вообще сюда подключиться интересно? Блин. Так, блин, блин. Ну, надеюсь, что подключиться. Так, ты сюда подключишься? Видите, как она сюда подключается. Ладно, хорошо. Значит, нам сюда надо будет затянуть еще одну штуку. Так, тогда мы здесь сделаем мост. В смысле, этот самый. Ай, блин, не здесь. Да чтоб тебя, как меня это раздражает, вот эти вот все штуки. Раздражает меня то, что я сразу не могу это сделать, потому что я тупица. Но не только из-за этого. Так, значит, вот отсюда мы берем. Вот отсюда мы выводим. Да, вот теперь у нас все хватает. Вот теперь тебя люблю я, а теперь тебя хвалю я. Так, ну-ка, блин, да чтоб тебя. А здесь-то почему? Ну, просто ты вот так вот сделай. Отлично. Так, тогда отсюда у нас может пойти уголь номер раз. Так, вот так вот у нас может пойти. Один к пяти. Один к пяти вопрос. Я, правда, не рассчитывал. Сколько я здесь чего? Надо будет рассчитать еще. Непонятно, какое количество нам вот этого нужно, но угля нам надо будет в пять раз меньше. То есть на одну и ту же ленту мы сможем повесить... Да хрена мы сможем повесить. Не знаю пока... Ой, простите, сколько, но явно много. Так, ладно, теперь нам надо будет обозначить... обозначить, 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 где мы что будем отсюда выковыривать. А выковыривать мы будем вот здесь. Где у нас пойдет отсюда лента. Лента у нас пойдет вот так. И мы на нее просто будем навешивать весь остальной уголь, какой нам будет необходим. Пока мы этого делать не будем. Пока мы сделаем просто вот так. А все вот эти вот вещи мы отсюда снесем. Потому что, во-первых, это бабки. Во-вторых, это бабки за то, чтобы их обслуживать. Обслуживать их, честно говоря, не хочется. А мы, кстати, посмотрим. А сколько стоит обслуживание такой бабки? Обслуживание такой бабки стоит 72 тысячи рублей в месяц. Это много, по-моему. Довольно-таки много. Так, вот у нас получается такая схема на железо. Ее надо будет, естественно, оптимизировать и масштабировать дальше. До того размера, пока она у нас не заработает. Отсюда у нас идет уголь на это самое железо. И вот у нас железо получилось. Так, теперь нам это железо надо будет совмешать с углем. И заделывать сталь из этого всего. И помимо того, что нам будет заделывать сталь, еще само по себе вот это железо надо будет куда-то вывести. То есть оно должно у нас будет идти дальше на погрузку. И оно должно будет идти дальше на создание чего-то там еще. Так, мы должны его вывести вот сюда. Это железо каким-то образом. Я не знаю, правда, каким. Видимо, оно через промежуточный склад. Потому что отсюда мы должны будем его забирать. Еще это железо. Так, надо где-то здесь начать создавать склады. Склады здесь, я думаю, что будут одни. Но, может быть, и не одни, конечно, хрен узнает. Так, как бы тебя так поставить? Чтобы мы понимали, с какой стороны строить. Так, мы здесь можем строить... На самом деле, столько меди, наверное, не надо будет с этой стороны. Наверное, вот отсюда мы можем уже начинать строить здесь. Так, а с этой стороны каменюга... Так, у нас вот в эту сторону немножко песочка. Так, и в эту сторону немножко каменюги. Сейчас мы поставим сюда еще пару... Так, еще поставим сюда пару складов. Посмотрим, дотягиваются они или нет. Так, досюда дотягиваются. Досюда дотягиваются, а досюда уже не дотягиваются. Вот, отлично. Значит, начиная с этого, мы можем делать дальше. Так, это мы убираем, это мы убираем, это мы убираем. Так, и между ними надо будет куда-то запихнуть склады. Не знаю, там, насколько они у нас запихнутся. Их надо будет еще немножечко отойти в сторону. Потому что в таком виде они нам здесь будут не очень сильно нужны. И будут очень сильно мешать. Так что мы как минимум вот сюда вот их сместим. Это склады, которые будут обслуживать всякие дополнительные наши потребности. Так, теперь нам надо впихнуть сюда переплавку стали. Переплавку стали, переплавку стали. Надо будет сюда впихнуть. Для этого нам надо поставить еще один складец. Так, вот сюда, да, надо этого поставить? Нет, вот сюда. Так, чтобы он у нас ровненько стоял. Так, мы сейчас сюда поставим и с другой стороны поставим. Так, это у нас складцы, которые будут обозначать, что там внутри находится. То есть здесь у нас будет вот так. Здесь у нас тоже будет уголек. Так, а что-то здесь я неправильно поставил. Здесь же у нас еще должна быть вот такая лента. Так, простите. Простите, погорячился. Так, склады. Значит, нам надо его поставить вот сюда. Или сюда. Ммм, подожди. А я тут, по-моему, везде погорячился. Отсюда-то он пойдет. А дальше-то он как пойдет? Чтобы мне запитать его дальше... Ааа, так, стоять. Стоять, 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 стоять. Стоять, стоять, стоять. Стоять, стоять. Чтобы мне запитать его дальше, мне сначала надо будет... Так, сейчас, секунду, склад. А то я тут сейчас понаделаю говна. Все-таки надо будет делать вот так. Если я хочу две линии, которые еще будут немножечко там самобалансироваться, тогда придется делать вот таким вот образом. И выставлять все-таки вот сюда. С другой стороны, в общем-то, а что бы и нет. Так даже будет оно закономернее. Но с какой-то одной будет просто выпихиваться на какую-то другую. Ну и ладно, в общем-то, не страшно. Так, значит, здесь у нас будет две линии железа. Так, здесь у нас пойдет линия угля. Вот эту мы тогда должны будем разломать. Все. Так, и вторая линия угля у нас пойдет уже вот тут. Так, мы, значит, ставим раз. И через четыре блока ставим два. Так, четыре блока? Вроде четыре блока. Так, вот сюда мы тогда выставляем сейчас. Ой, выставляем один. Блин, развернуть ее нельзя. Так, сюда выставляем второй. Сюда мы тогда затягиваем... Не, не туда, господи. Так, сюда мы тогда затягиваем ленту номер один. Ну и здесь где-то у нас пойдет лента номер два. Так, мы обозначаем, что это у нас уголь и уголь. Здесь тогда не совсем так. Здесь у нас вот этот стоит правильно, а второй у нас стоит неправильно. Значит, нам надо будет переставить складец большой вот сюда. Так, тогда он у нас тоже будет с углем. Тогда мы можем вполне себе спокойно поставиться вот так. Почему не можем? Что-то я не понял. Подожди, а почему второй-то не ставится? Пристроить только складу. Их нельзя строить. Нельзя строить, потому что здесь вот эта фигня, что ли, стоит? А-а-а, вон она что, Михалыч. Так, то есть нам надо сначала ее расставить, а потом, получается, ленту протягивать. Дуть-то немножечко неудобно. Прямо-то вообще немножечко неудобно, если нам надо будет так перетягиваться постоянно. Потому что складов такого количества я изначально иметь не хотел бы. А сейчас мне намеряют на то, что придет... Не, ну ладно, в принципе, это не сильно большая проблема. Нам главное все вот это вот сейчас вывести отсюда. Причем на такую нормальную величину нам это все надо вывести, чтобы она нам потом не мешала. Я думаю, что это как минимум сюда. Так, вот как минимум сюда. Потом здесь надо будет так... Да, не, не здесь. Вот здесь тогда она будет подключиться вот так. А вот эту штуку надо будет подключить вот так. Так, как тебя только раздолбать теперь? Теперь задолбаешься раздолбливать. Так, вот это вот мы удаляем. Блин, тут вообще, конечно, катастрофа получилась. Так, с конвейерами получилась катастрофа. Почему? Да чтоб тебя. Так, вот как-то вот так вот это должно у нас быть. Значит, с другой стороны здесь мы обозначаем, что у нас тоже будет железо. Так, это мы пока убираем. Все. Здесь вот эти перемычки наверняка тоже придется убрать. Потому что без ними, скорее всего, ничего работать не будет. Мы пока на небольшом количестве складов будем запускаться, потому что большое количество складов я манал. Так, если я вот эту штуку уберу, нормально она уберется. Так, значит, мы здесь обозначаем еще один склад, который у нас будет стоять. Он у нас будет стоять вот так. Так, склад мы обозначили. В складе у нас будет железо. Так, отсюда мы тогда ставим конвейерное устройство. Вот такое вот конвейерное устройство. И здесь через это все мы прокладываем вот так вот линию. Так, железо у нас типа здесь готово. Так, теперь это железо нам надо будет пихнуть назад. Где-то. Давай мы проложим сразу конвейер. Как он, по идее, может отсюда идти? Как-то он там у нас идет, идет, идет. И нам надо будет... У нас такой длинный подземный конвейер вообще может быть, интересно? Кажется, что, наверное, не может быть такого конвейера. Хотя, не, в принципе, может быть такой конвейер. Так-то он может идти так, да, куда ты у нас будешь идти? Ты у нас будешь идти вот досюда, давай, до одного блока дальше. А потом появляться вот здесь вот наверх. Ну, как-то вот так вот проходить. Блин, ну, не знаю, мне кажется. Как бы тут не намельчить теперь с этим совсем. Все остальные мы можем примерно таким же образом сюда запихивать. Для того, чтобы вывести сюда вообще все, что нам надо. Но это будет довольно хитрая логистическая задачка, прямо скажем. Я вообще не уверен, что нам хватит этого железа для того, чтобы здесь все это дело поддерживать. Потому что здесь какая-то емкость должна быть у этого всего. Ну, пока обозначим, допустим, вот так. Но на деле может быть все что угодно потом. Ладно, этот уголь у нас, допустим, смешался. И получилось из этого железные слитки. Эти железные слитки должны будут превратиться. Так. Кстати говоря, мне такое ощущение, что из железных слитков надо будет несколько рядов делать. Не один, как сейчас, а делать несколько. Потому что, боюсь, что одного ряда мне не хватит. То есть, один у нас пойдет, допустим, на сталь. На второй у нас пойдет на что-нибудь еще. Или пока что одним ограничится. Так, ладно. Где-то здесь у нас должна быть сталь. Давай посмотрим, что у нас со сталью. С производством. Так, производство. Нам, значит, надо будет в той же самой плавильной печи. Теперь смешать вот эти вот слитки. Один к двум с углем. Два слитка на один уголь. Для того, чтобы получить из них две стали. 30 секунд она делается. 30 секунд? Что-то 30 секунд, по-моему, долговат. По-моему, она делается в 10 раз быстрее, чем 30 секунд. Так, ну ладно. Значит, железо смешать вот с этой и получить сталь. Так, куда тебя запихнуть? Ну, вообще, логично было бы запихнуть тебя сюда же. То есть, поставить те же самые плавильные печи в том же самом виде. Так, а еще нам надо, кстати говоря, будет присобачить выход этого всего. Так, ладно. Давай поставим плавильную печь, например, вот сюда вот отступим, чтобы не мельчить. Тогда нам придется, правда, сравнять здесь кое-что. Но мельчить очень не хотелось бы. Потому что потом, если вдруг что, мы задолбаемся с этим разгребаться. Тогда поставим тебя вот сюда, например. И через сколько тебя надо поставить? Через три блока поставить другой стороны. Так, через три блока. То есть, вот сюда. И делать мы тут будем, допустим, сталь. Так, и делать мы тут будем, допустим, сталь. Так, во-первых, я хочу вернуть назад. Вот так вот у нас пойдет вот такая вот вещь здесь. Здесь я хочу вернуть ее вот туда, чтобы она совсем здесь объединялась. Так, а если я поставлю здесь... Так, туннель здесь, кстати говоря, не пролезет. Если я поставлю здесь не туннель, а мост. Так, а мост здесь тоже ни хрена не пролезет. Так, а если... Ну, в принципе, нет. Мост подальше чуть-чуть пролезет. То есть, если мы сделаем... Сейчас, если мы сделаем конвейер, дотащим его вот сюда, а здесь сделаем мост... Блин, мост. Тогда его хватит. И мы тогда сможем его вот в этом месте объединить. Ну, или в каком-то другом месте. Не знаю, в каком-то месте будем тебя объединять. Ну, допустим, ладно. Для начала вот в этом. Так, опять же. Нам надо... А здесь, в принципе, без разницы. Потому что если у нас железо идет только вот отсюда, железные слитки, то нам тогда без разницы, как пойдет все остальное. Но с масштабированием этого, чувствую, будут проблемы. Наверное, придется потом переделывать. Так, нам надо будет две... Ну, давай, ладно. Потом мы сюда гораздо проще будет примешать же, правильно? Если вдруг что. Ну, вроде как правильно. Так что мы тогда делаем одну штуку вот здесь. Так, как там ты у нас идешь вот отсюда, да? Ты отсюда идешь и через одну встаешь. Так, ну, допустим, вот так, да? Так, еще такую же мы делаем вот с этой стороны. И подключаем ее сюда. Так, а это подключаем вот сюда. Здесь вот тогда делаем вот такой вот разрыв. И сюда нам надо будет запихнуть уголь. Еще. Так, а уголь у нас пойдет, простите, откуда? Этот же самый уголь? Нет, уголь, наверное, у нас пойдет уже другой. Уголь давай-ка мы вот отсюда запихнем. Да, запихнем-ка мы уголек вот отсель. Так, а чтобы нам запихнуть уголек вот отсель, нам надо будет его сюда завести. Так, вот так вот мы сюда заводим. Дальше мы его здесь спокойно разводим по всей вот этой вот ерунде. Так, уголек. Ну, давай мы тебя прям широким мазком вот так вот подцепим. Прям очень широким мазком. Так, подцепляем тебя уголечек сюда. Здесь у нас получается сталь. Из этой стали. Так, во-первых, у нас еще железо дальше должно пойти. Но еще у нас должна возвращаться назад куда-то сталь. Ну, давай мы тебя вернем. Насколько нам тебя надо вернуть? Так, ну ладно, допустим, у нас вот здесь вот пойдет сталь, которая, кстати говоря, должна будет еще где-то там соединиться дальше. И где-то у нас пойдет вот там сталь. Ну, давай мы тебя, не знаю, запихнем вот сюда пока что. Так, а здесь тогда сделаем выравнивание. Выравнивание территории вот такое. Так, и немножечко поравняемся дальше площадочку. Взаимное количество миллионов. Так, здесь тогда у нас получается выход еще стали. И где-то здесь она у нас в итоге объединяется. Так, вот у нас объединилась сталь, которую надо будет потом пихнуть еще вот здесь назад. Или вообще не морщить лоб и просто базовые компоненты отсюда, а не базовые все-таки железной дорогой перевезти. То есть сделать где-то вот здесь вот железнодорожный пункт, вот здесь. И отсюда его развозить по всем городам. Может быть и так. Но тогда у нас подключается поезд к этой всей фигне. И этот поезд у нас будет жрать бабки. То есть мы по факту снижаем себе рентабельность за счет вот этого всего. Нужно ли это будет делать? Да хрен его знает. Мне кажется, что, наверное, не очень. Так, ладно. Сталь у нас получилась. Сталь у нас получилась. Из этой стали мы должны будем что-то еще напрессовать потом. Ну-ка, пойдем посмотрим. Так, по-моему, в прессе, да? Пойдем посмотрим. Так, в прессе мы, во-первых, должны будем делать железные плиты. Мы должны будем делать железные детали. А из стали в прессе мы должны будем делать стальную балку. Так. Ну, во-первых, все идет к тому, что нам необходимо будет еще одно производство вот такое сюда. которое будет чисто на железные детали с нами работать и на этот самый. Господи, на что он там? На железные плиты, да, и на железные детали. Потому что они нам нужны будут в большом количестве без отрыва от всего остального. Так, тогда нам надо будет... Сейчас мы заделаем себе схему на это все. Так, нам надо будет взять еще раз производство и зафигачить сюда еще одну плавильную печь. Так, зафигачить сюда еще одну плавильную печь. Допустим. Раз. Так. И через три блока два. Близковато что-то. Давай раз. Тебя нахрен. Так, и через три блока два вот так. Так, она у нас пойдет... Сейчас, давай сразу смотреть. Значит, она у нас пойдет... Выходная часть пойдет вот туда. Далеко пойдет выходная часть. Так, вот эта выходная часть тоже пойдет туда. Конвейеры по 3 миллиона охренеть можно. Так, делать вы тоже будете вот такие вот слиточки, которые мы потом отмасштабируем дальше. Принцип должен быть такой же. Единственное, что сюда придется завести еще один уголь. Еще один уголь. Придется сюда завести. Вопрос только, где мы его возьмем. Уголь у нас есть вот тут. Только утащить сюда довольно затруднительно будет. Так, либо мы что-то переделаем под уголь еще. То есть мы, в принципе, можем... Не, ну железо здесь уже протянуто. Железо бы трогать не хотелось. Переделаем под уголь что-нибудь еще. Так, а что можем еще переделать под уголь? Мы можем просто здесь еще создать дополнительно. Либо использовать то же самое, просто с другой стороны. Вот так. То есть взять этот же самый уголечек. Либо просто перенести эти склады чуть повыше. С углем. То есть нам надо будет протянуться, получается, так. Вот у нас, допустим, здесь пойдет уголь номер 2. И как-то вот так вот он, типа, будет сюда сходить. Этот уголь номер 2. Так, уголь номер 2. То есть мы можем перенести его на одну единицу выше. Вот этот вот склад. Можем даже перенести не на одну, а больше, чем на одну. Так, ну-ка, сейчас мы давайте уберем отсюда. Тебя. Так, вот эту вот фигню мы отсюда убираем. Значит, берем склад. Так, большой склад. И переносим его так. Сейчас, погоди. Допустим, сначала мы подключим, нет, не дорогу, а еще вот такой вот конвейер. Так, он у нас пойдет вот здесь вот рядышком. Так, чтобы он у нас пошел вот здесь вот рядышком, нам надо будет взять и складец ваткнуть где-нибудь вот здесь. Так, мы же можем так вот сделать? По идее, мы, наверное, должны мочь так сделать. Или вот так, нет, вот так. Так. Ну, допустим, мы воткнем его вот сюда. Так, это у нас будет складец с углем. Так, это у нас складец с железом, это у нас складец с углем. Тогда мы из него, допустим, в одну сторону хреначим, и хреначим в другую, только она сейчас не поставится, потому что здесь вот лента уже есть. Так, это мы тогда обязаны будем заменить для начала. То есть у нас пойдет отсюда вот такой вот выход. И вот так вот он будет у нас проходить. Ну, не знаю, получится ли у меня потом вот это вот все разобрать или не получится. Хрен его знает. Так, пока мы тогда берем отсюда складец, убираем. И переставляем. Теперь там надо за мной переставить склады, посмотреть, докуда их будет хватать. Так, теперь их хватает ближе. То есть максимум их хватает вот отсюда. Ладно. Так, это мы пока все убираем, потому что мне жалко за это дело платить. Так, вот это вот мы разбираем. Теперь мы берем такую вот ленту, цепляем ее раз, и с другой стороны цепляем два. Тогда вот здесь у нас пойдет конвейер уходящий. Так, сейчас мы тебе... Вот прямо вот здесь вот он должен у нас заканчиваться, и вот сюда вот подключаться. Вот эту вот вещь мы разбираем. Так, всю эту вещь мы разбираем, потому что она друг на друга зацепилась. Так, вот эту вещь мы разбираем, и вот так вот она у нас идет. Получается... А, нет, подожди, это не то идет. Это же, блин, выходная часть. Так, простите, простите. Простите, простите. Это часть выходная для готовой продукции. Это у нас идет вот так, это у нас идет вот так, а вот это у нас идет вот так. О, вот так должно быть. Тогда отсюда вот у нас заходит уголяцкий, и дальше он здесь должен будет распределяться. А сюда у нас должна зайти, соответственно, руда железная, которую нам надо будет еще отсюда откуда-то взять и притараканить. Ну, я думаю, что мы, наверное, возьмем так. Здесь у нас вот уголь есть. Можем еще вот сюда руду железную запихнуть и как-то сюда ее провести. Вопрос только где. Либо вот отсюда брать, с этого склада. То есть вот этот вот ряд складов использовать для питания вот этих вот уже. В принципе, наверное, тоже неплохой вариант, потому что склады большие. Так, если мы возьмем такой склад и, допустим, так, видимо, один рядочек складов все-таки придется сделать. Так, вот они у нас будут. Железо, железо, железо и железо. Железо, железо и железо. И нам надо будет их сюда запихнуть. Теперь это железо, железо и железо. Так, ну давай посмотрим, как они у нас могут быть. Так, как они у нас могут быть? Это мы сюда не сделаем. Так, мост мы сюда тоже не поставим. Отсюда мы, кстати говоря, не сделаем и, в принципе, нормально подключимся. Правильно? Ну да, вроде как правильно. Так, вот сюда мы выходим. Так, тогда нам надо будет подключиться. Сейчас, погоди. Так, вот это вот надо разобрать. Надо убрать все лишнее, чтобы оно меня не отвлекало дальше. Так, и вот это вот мы отсюда убираем. Так, теперь нам надо будет подключиться вот так и вот так. Отсюда у нас тогда пойдет. То есть это то, что мы не можем никак заменить особо. Так, отсюда у нас пойдет. Типа того. Отсюда у нас... Так, стоять. Блин, да задолбаешь. Задолбали. Так, не надо так делать. Так делать не надо. Не надо так делать. Ладно, один-то у нас здесь подключится без проблем. Вот со вторым будут проблемы уже. Если мы хотим емкость вот эту сохранить, нам тогда придется... Что нам тогда придется делать? А на принципе особо ничего... Не придется такого сверхъестественного делать. Мы сейчас возьмем... Наверное, у нас просто два будут на вот это железо, а два будут на другой железо. Да и все. Да? Ну, я думаю, что да. Так, а где у нас кто-то запитывается-то? Видите, вот здесь можно сделать. Так. Два на другое железо. Почему? А, ну да, здесь еще одна лишняя. Я хотел сказать, почему мне так получилось. Как тебе запитать-то теперь отсюда? Так, вот так. Блин, ну и как тебе... Вот это вот как разобрать? Попробуем разобрать вот так. Я так понимаю, что это из-за каких-то проблем, видимо, из-за того, что конвейеры хреново направлены. Ну, скорее всего. Так, ну типа два, допустим, у нас питают вот эту часть, и два питают вот ту часть. Да? Так, давай поставим конвейерное устройство. Так, это у нас будет раз конвейерное устройство. Так, это у нас будет два. Так, раз коннектор, два коннектора. И здесь раз коннектор, два коннектор. Ну, допустим, вот так. Не самое, может быть, лучшее подключение. Но если что, мы его переделаем. Здесь по факту дохренища просто везде. То есть по умолчанию он будет тратить абсолютно все. Поэтому, по идее, с ресурсами проблем быть не должно никаких. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь, что их не будет. Так, здесь у нас тогда получаются вот такие вот детальки. Здесь у нас получается уголь. Потом, что куда идет, надо будет еще переделывать. Так, уголь у нас идет сюда. С этих же самых складов уголь у нас идет туда. Все вот это вот у нас доходит. Ну, я думаю, что на самом деле такого размера производства здесь просто тупо не будет. Так что можно его сделать и попроще чуть-чуть. Это будет раз, два, три, четыре. Ну да, тут реально не будет такого размера производства. Так, ладно, тогда давайте мы, знаете, что сделаем? Тогда сейчас поставим примерно конечную часть вот этого всего. Мы сейчас возьмем плавильную печь. Так вот ее воткнем сюда. Так, здесь нельзя строить, правда. Так, воткнем ее вот сюда. Так, это у нас будет три. Нам надо просто их прощелкать. Посмотреть, какая у нас будет последняя. У нас будет раз производство. Так, через три у нас будет еще. Через три еще. Через три еще. Ну и дальше, наверное, не надо. Я думаю, что вот столько это за глаза просто. Я думаю, что вот это будет последнее. То есть дальше после этого можно вполне себе строить. Так, вот это мы пока сносим за ненадобностью, чтобы за это слишком много денег не платить сразу. Так, вот от этого тоже отказываемся. Так, допустим, вот у нас будет последняя печь. Она будет стоять вот здесь. Надо только ее теперь все-таки вписать сюда. Так, производство, производство. Значит, мы берем вот так вот ее сюда ставим. Так, это у нас пойдет номер один. Так, а с другой стороны у нас пойдет... Сейчас мы вот это вот уничтожаем. И с другой стороны ставим производство. Так, это у нас пойдет номер два. Вот здесь же она стоит. Вроде как вот здесь. Не, не здесь. Три между ними должно быть. Вот здесь она стоит. Так, это у нас будет делать слиток железный. Это будет делать слиток железный. Так, здесь мы их объединяем. И здесь мы их объединяем. Вот у нас идут слиточки железные. На это, на все. Так, ну давайте, даже не знаю, что, сделать у тебя сразу. Так, давай сделаем вот так вот так. Так, отсюда тогда мы сразу сделаем такое подключение. Отсюда мы тогда сразу сделаем вот такое подключение. Ну, а дальше хрен узнает. Так, пока ладно. Пока мы не сделаем нормально, сделаем хотя бы вот так уж поработал. То есть у нас под масштабирование кусок есть. И следующее, что нам теперь надо будет сделать, это организовать в прессах производство двух необходимых нам деталей. На этом мы будем делать уже в следующей серии. Спасибо, ребята, за внимание. Следующая серия продолжим. Спасибо за просмотр. Если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленись что-нибудь написать и что-нибудь поставить. Это бесплатно и поможет каналу расти дальше. Уведомления о новых видео ты сможешь получить только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках. Субтитры подогнал «Симон»